5. Место из России, 1930 год, 35 килограмм, рыбакам из России удалось поймать щуку внушительных размеров в 1930 году. Она весила 35 килограммов. Результат своего рекорда, рыбаки, охотно запечатлели на черно-белом снимке, глядя на который все могут убедиться в достоверности истории. На фото трое мужчин еле-еле удерживают в руках щуку 35 килограммов. В России и странах СНГ было немало случаев, когда рыбаки возвращались домой с огромными пойманными рыбинами весом 15-40 килограммов. Рыбалка в России всегда была удачная, ведь государство славится морями, озерами и, конечно, подводными обитателями. 4. Из озера в городе Сартовала, 49 килограмм. Крупная добыча досталась рыбакам из России. Рыбаки промышляли на озерах вблизи Сартовала, старинный городок Карелии, с населением менее 200 тысяч человек. Неожиданно для них на крючок клюнула крупная щука весом 49 килограммов, причем совершено случайно. Рыбаки пытались вытащить из воды другую рыбу, но им крупно подфартило. Ситуация вышла довольно забавная, крупная щука захотела полакомиться и тянула рыбу у рыбаков. Получилось, что пойманная рыба стала приманкой для крупной щуки. 3. Из озера Увельды, 56 килограмм. Увельды, одно из самых чистых озер России. Оно считается самым красивым озером Южного Урала. Глубина озера составляет 40 метров. Вода здесь не только прозрачная, лечебная и чистая, но и рыбки здесь водятся внушительных размеров. Ловли хищной рыбы всегда сопровождается сказочными историями и легендами, каждый рыбак мечтает отхватить крупную рыбку, но удается это не всем. Из Увельд была поймана крупная рыба, весом 56 килограммов. Щуку тянули на берег компании и от увиденного пришли в восторг. Когда они собирались порыбачить, уж точно не представляли, что станут рекордсменами. Рыболовы рассказали, что для привлечения рыбы использовали специальные активаторы клева в виде фермоновых добавок. Любители порыбачить охотно отправляются на Увельды. Совет. Опытные рыбаки советуют место для рыбалки со стороны базы Чайка. Напротив базы есть подводная гряда, идущая от базы Радуга. С поверхности можно увидеть два островка, а третий, подводный, находится напротив чайки и именуется банкой. Вокруг банки можно встретить довольно крупные экземпляры рыб, в том числе щуку. 2. Щука Фридриха II Барбаросы, 1230 год, 130 килограмм. Щуки, долгожители фантастических размеров, нередко становятся героями легенд. Огромная щука. Жившая при дворе Фридриха II Барбаросы, дожила до 267 лет и весила более 130 килограммов. В 1230 году, согласно данным, Фридрих II сам поймал эту крупную рыбу, но он не стал готовить из нее обеды, а насадил на нее позолоченное колечко и выпустил улов в озеро Бьёкинген. Неизвестно, для чего он это сделал, похоже на символический заключенный брак с рыбой. Или она доставила ему такую огромную радость, что Фридрих II Барбарос решил преподнести ей благодарность. Что бы там ни было, щука прожила дольше Барбаросы, ее выловили в 1497 год, при этом она обладала внушительными размерами, весила почти 140 килограммов и в длину составляла 6 метров. 1. Щука Бориса Годунова, 1794 год, 60 килограмм. В отечественной истории произошла аналогичная история. Щука царя Бориса Федоровича была выловлена в 1794 году, когда чистили царицинские пруды. На жаберной крышке исследователи обнаружили выгравированную надпись «Посадил царь Борис Федорович». Российский царь Борис Годунов правил с 1598 по 1605 год, следует, пойманной щуке было больше 200 лет. Точный ее вес доподлинно неизвестен, но бытует информация, что она весила 60 килограммов. К сожалению, чем закончилась судьба этой щуки, неизвестно. Да и кольцо, по всей видимости, которое царь подарил своей добыче, забрали.